Единый день информирования в конференц-зале Беларусьбанка собрал представительный десант. Мэр Бобруйс Александр Студнев, начальник ОВД Горисполкома Андрей Говорака, главный санитарный врач Дмитрий Лайтер. На повестке шесть вопросов. Главным ньюсмейкером последнего месяца остается прошедшее Всебелорусское собрание. Основной тезис президента – идти в люди. Каждый житель должен знать, как страна будет развиваться, счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Так звучат ключевые приоритеты. Но важно я хочу сказать одно, что сказал президент, что во главе и самое главное, и самое основное – это находится человек. Именно человек, который создает в первую очередь и благо для жизни, и благо для своей семьи, для своей страны, для своих городов и сел. В первую очередь зависит от нас, от нашей работоспособности, от нашей уверенности и от нашей любви к нашей стране. В преддверии весенних каникул у школьников остро стоит проблема безопасности. Родители должны напоминать своим чадом о правилах поведения и повторять номера экстренных служб. Пал сухой растительности – тоже горячая тема. Впереди потепление. В 2020-м в стране произошло 447 таких пожаров. Площадь повреждения – более 226 гектаров. Погибли два человека. Один из них – житель Бобруйска. Сжигание сухой растительности на корню запрещено. Это административная ответственность. Поэтому нашим гражданам рекомендую, конечно же, не полить на территории своего домовладения. Если утилизируется мусор, значит для этого должно соблюдаться требования безопасности. Безветренная погода. Должны быть первичные средства пожаротошения на случай непредвиденные. Ну и также проводить контролируемое сжигание этого мусора. О важном сегодня говорили и в Центре доп. образования детей и молодежи. Так, настоящий бич 21 века – наркотики. Бобруйские милиционеры работают 24 на 7 для решения проблем по незаконному обороту и изготовлению дурманивающих средств. И здесь люди в погонах в очередной раз напоминают родителям быть более внимательными к своим детям. Правоохранители призывают к бдительности людей старшего поколения. Именно они, как правило, жертвы киберпреступников. Такие встречи нужны. Они проводятся ежемесячно, в первую очередь. Не все люди могут где-то в правовом плане посмотреть там в интернете, поинтересоваться вопросом каким-то. Вот в данных случаях и служат данные встречи для того, чтобы донести нас волнующие темы, а также пообщаться и чтобы они смогли задать их интересующие вопросы и ответить им. Разговор с коллективом длился почти два часа. Все темы рассмотрены. Максим Кембель, Мария Береснеевич, Андрей Богдан, Максим Гален, Кабабруйск, 360.